Покупайте в разных интернет магазинах, но при этом еще не экономите на своих покупках, конечно же я рекомендую кэшбэк сервис Letyshops. Все просто, покупайте как обычно, но при этом часть денег после покупки вам возвращается на карту обратно, от нескольких рублей до нескольких тысяч. Более трех миллионов людей давно в этой теме. Сам пользуюсь более года и рекомендую однозначно. Вся полезная информация в описании под этим видео. Всем привет, сегодня в своей постоянной рубрике сок я соберу для зрителя оптимальный игровой пк на все случаи жизни. Другими словами на сегодняшней сборке без проблем можно гаммать на ультрах и не париться. Также стримить, ну и конечно же для шустрой работы данный конфиг более чем подойдет. Но перед сборкой пару слов о предыдущем бюджетном системнике за 400 баксов или 11к как я его обозвал. Если честно я был очень удивлен, сборка вышла за несколько часов до 1 апреля, но увы как я понял не у всех хорошо с юмором и уж тем более со знанием современного железа. Тогда я рофлил по поводу того, что 320 мать погнала проц до 3,6 и судя по опроснику многие были согласны с моим утверждением. Увы. Да, я понимаю, что не у всех хватает знаний, но все же. Другая же часть хлопала в ладоши и уже юморила надо мной, что я погнал проц на этой мамке. Как по мне у этих парней еще большие проблемы, чем у первых, а именно отсутствие чувства юмора. Этим людям тоже было пофиг, что на моменте с разгоном есть опросник, может мать или не может. Главное блеснуть блесной. Были такие уникалы, которые спрашивали, а почему я не намазал проц пастой. Конечно же я понимаю этих адептов барахолки 2000-х, так как их железо далеко не первой свежести. И понимание того, что уже года два, как на радике паста нанесена с завода, просто не укладывается в их светлых головах. Ну да ладно. Третья категория диванных попугаям неустанно приглашала в студию Владимира Зеленкова. Почему были? Я всех их просто побанил. В отличии от любителей большой перемены, Грин конечно же понял и оценил мой первоапрельский стеб. Он его еще раскусил на моменте с блоком питания. Но таких как Грин Пейпер конечно же единицы. Конечно же меня радует, что на канале есть адекватные зрители, которые понимают что и как и слава богу они не лишены чувства юмора. Ладно, что-то я отвлекся, пора приступать к седьмой сочной сборке. Итак процессор, после недолгих аргументов я убедил своего зрителя взять седьмую Рязань вместо Intel. Просто сказал, поверь брат, тебе такой камень просто не нужен. Ты занимаешься записью музыки и седьмая Рязань твое оптимальнейшее решение. Короче седьмой райзен 2700 без икса. Этот камень дешевле на 75 баксов чем 2700 икс. Но при этом он легко гонится до 4000 и переплачивать в данном случае я не вижу никакого смысла. Комплектность неплохая, помимо камня также имеется радик с лет вертушкой. Конечно же он не такой нарядный и серьезный как из предыдущей сборки призрак, но все же достойно. Особенно неплохо для тех, кто не готов тратиться на хороший воздух или дополнительный. Райзен 7 на мой взгляд оптимален как для его прайса. Сами судите, 8 ядер, 16 потоков и при этом не такой прожорливый как икс версия. Процессор целенький, ножки ровненькие как у модели. И так как я намерен разогнать этот процессор, мне понадобится отлично и недорогое охлаждение. В этот раз на охват я взял не SVO, а радикс 14 сантиметровой вертушкой от NRMAX. Т-150 два топора, он же Axe. Посмотрим комплектность. Бумажка Monal по инструкции, не маленькая такая себе вертушечка, массивная башня в черном цвете, ну коробка с бэкплейт, виндиками и прочими ништяками. По сравнению с комплектным AMD этот кулер явно побольше. Лопасти широкие и массивные. Радиатор большой, массивный и афроамериканец. Довольно таки стильный, брутальный, что тут еще добавить. Массивная площадка, на которых по бокам закреплены не менее массивные и пружинистые винты. С тыльной стороны, там где у нас будет циркулировать воздух, производитель закрепил вращающийся воздухоотвод. Удобное решение для того, чтобы направить поток воздуха туда, куда нам нужно. Плюс секция имеет волнообразную форму, также плюс для циркуляции теплого воздуха. Как видим, очень достойно и в данном случае производитель заморочился. Данная башня универсальная подойдет как для AMD, так и для Intel. Для синих есть специальные две пластины. Пластина и бэкплейт также прилагаются. Паук двухсторонний, AMD, Intel. Короче, он универсален. Ну и для фиксации разной винтики, гаечки и прочие крепежи. Материнку я взял B450 от MSI Tomahawk. Я ее анонсировал до сборки еще в своем сообществе и на страничке в инстаграм. И да, кстати, подписывайся, будешь в курсе того, над чем я работаю. Комплектность обычная. Баланка с дровами и утилитами, макулатура разная и, конечно же, манал по мамке. Два сатокабель, один простой, другой прямой. Ну и, конечно же, наклейка из Игр Престолов. Ну а теперь материнская плата. Я считаю именно эту мать одной из лучших в своем классе. Как правило, B-серия рассчитана на среднепроизводительный проц без особого разгона, но не в нашем случае. Tomahawk без проблем тащит 8 ядер в разгоне на изи. На этой ITX мамке я планирую пнуть проц до 4000 МГц. Этого будет достаточно. Конечно же, эта мать не бьет рекорды по количеству мосфетов, но просто посмотрите на размеры радиаторов. Благодаря продуманному охлаждению, данная плата является самой холодной из всей серии B450. Видно, что проектируя эту плату, создатели руководствовались прежде всего ее надежностью, а не как обычно бывает над ебись. Разъем PCI усилен металлом. Есть слот под М2. Целых 6 разъемов под вертушки. При разгоне качественные фазы питания дадут ту самую уверенность, которую могут позволить себе далеко не все. Плюс ко всему этому очень простой и понятный и самое главное удобный BIOS. Прошить тот же BIOS проще некуда. Просто записал на флешку, нажал на кнопку и все. В общем, отличная мамка в соотношении цена-качество. Видеоку я взял также от MSI. RTX 2070 на 8 гигов видеопамяти. Под мочалкой, как всегда, конверт с бумажками. У меня такое чувство, что производитель уверен, что их продукцию покупают выпускники детского сада. Не, ну действительно, к чему эти дракончики и прочая живность? Я не понимаю. В комплекте также имеется держатель под карточку, но от него толку никакого, как ходоку припарок. Давайте достану карту и посмотрим. Ну а здесь, как видим, все уже по фэншую. Первое, на что обращаю свое внимание, это толстючий радиатор. Просто посмотрите на разницу с RX 580. Это RX пока что основная моя карточка, но в следующем видео я вам расскажу и покажу мою новую видяху. У этой RTX, на мой взгляд, все хорошо не только с охлаждением, но и с дизайном. Шикарнейшее сочетание и, что важно, здесь металл, а не как у бюджеток бэкплейт из пластмассы. С лица также все красиво. Графитовый кожух на фоне двух вертушек выглядит именно так, как хочется его видеть. Да, есть моменты с поклейкой, но то такое. Блин, какая же она жирная. Я имею ввиду радиатор, в хорошем смысле этого слова. Я не вижу особого смысла долго ее рассматривать. Лучше посмотрим, на что она способна в тестах. Оператива. Мой зритель захотел 32 гига и это правильно. Так как он занимается написанием музыки, лишним точно не будет. Взял я двух канал, две плашки по 16 от Kingston. Фурия многим хорошо знакома, так как одна из самых хайповых и доступных. Память на 3200, но я думаю, еще немножечко она подвинется в разгоне. Будем, как говорится, посмотреть. При разгоне каждый руководствуется своими знаниями или тем, что сможет. Кто-то XMP профилем, кто-то ручками, кто-то за перебор таймингов, а кто-то просто за стабильность. Я как тот старый еврей. И ты прав, и ты прав. В общем, я где-то посередине. Мой студийный мишка, как видим, также согласен. Под винду и софт я взял M.2 накопитель от Western Digital из серии Green Paper. Нет, просто Green. Достану, посмотрим на эту пластинку жвачки. Хотя она даже меньше, чем жвачки. Действительно, техпроцесс шагнул очень далеко. Это пластина под SATA интерфейс. Ячейки памяти TLC, они же 3D NAND. Скорость чтения до 545 MB в сек. На мой взгляд, отличнейший прайс за эту малышку. На отказ работы накопителя около ляма часов. Если кто не в курсе, то это много. Действительно, очень много. Под игры, видео, музыку и прочее барахло я взял обычный брусок на 2 терабайта от Seagate Barracuda. Ничего нового. Объем буфера 256. Скорость шпинделя 7200. В общем, мастхев для домашней системы. Ну и вишенка на торте это блок питания. Он пришел обмотанный в кусок картона и привязанным питальником на скотч. Первый раз такое чудо получаю. Я сразу же им написал в розетку, что это за хрень. Как так можно отправлять заказ? Я же новое покупаю, а не завернутая в хрен знает что. В общем, ответ следующий. Можете нам вернуть взад, мы вам отправим другой. Великому сожалению, сейчас нет возможности вам отправить упаковку. Просто уроды какие-то. Какого черта я должен по их вине отправлять им обратно этот питальник? Где-то ждать неделю, пока новый приедет. И не факт, что опять не в обмотанную какую-нибудь туалетную бумагу. Первый раз такое чудо получаю с розетки, если честно. Я очень зол. За такой подход к покупателям так и хочется надавать им лещей. По БП видно, что он новенький, нет следов использования, плюс выкрутки винтов, но все же как-то неприятно. Блок питания на 600 ватт от Big White System Power B9. Хороший бронзовый БПшник от немцев, но собранный китайскими ручками. Ну, время сейчас такое. Удешевление продукции за счет более дешевой сборки практикуется повсеместно. Ну, кроме, конечно же, Apple. Собирают китайцы на Foxconn, а американцы упят цене, как будто сам Cook собирает эти смартфоны. Я очень не люблю касаться этой секты Apple, но все же, дешевле сборка, а дешевле прайс. В завершении кейс. Fry Mark III. Это новый ящик, но с изюминкой, вернее, с тремя изюминками. Давайте достану, посмотрим на это чудо. Дизайн, на мой взгляд, интересен и по-своему стильный. Отмечу по бокам жабры для забора воздуха под кулера. На морде две кнопки сброса и старта, 4 USB 2.0.3.0 и еще одна кнопка переключения подсветкой кулеров и LED освещения на корпусе. Также отмечу полезные тумбли от переключения скоростью вращения вертушек. За это, конечно же, респект. Сверху по канонам современности находится пыльник. Он на магнитах и довольно качественно исполнен. С тыла ничего выдающегося, все как у всех. Давайте скручу 4 винта и посмотрим, что же там во внутрянке. И да, это стекло, а не переработанные пластиковые стаканчики. Внутри все по качеству. Плюс 3 120-мм LED-вертушки необычной формы в виде гайки. Сниму бочину и что же мы видим? Контроллер для управления подсветкой и кулерами. Вот это действительно круто. Помимо трех подключенных вертушек, есть возможность прикрутить еще 5. И тогда новогоднюю елку можно выкидывать в окно. В комплекте также пакетик со стяжками, заглушками и разными винтиками. Спикер для старой школы также имеется. Пыльники, ножки мягкие, все как и должно быть у нормального бренда. Да и сама конструкция не вызывает дополнительных вопросов. Очень качественный скелет. Все сегодняшнее железо, конечно же, куплено с гарантией. И не забывайте при покупке юзать кэшбэк. Однозначно рекомендую. Ну что ж, пришло время все это железо собрать до состояния игрового ПК. Для тех, кто хочет собрать такую машину или просто увидеть процесс сборки, данное видео и прилагается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В завершении сборки закрываю правую бочину металлом и снимаю защитную пленку со стекла. Как по мне, данный системник вышел довольно таки стильным. Очень неплохо. Ну что же, пора его запустить. Как обычно, жмякаю Delete и жду загрузки биоса. В общем, все окей. Устанавливаю винду и весь необходимый софт. И как я говорил ранее, на корпусе есть волшебная кнопка. С ее помощью можно менять цвета и эффекты. В данном случае, каждый для себя решит, что ему приятнее и ближе по цветовой гамме. Ну а после всех манипуляций я уже качаю с сайта MSI последний биос и, собственно, устанавливаю. Это очень важно и нужно обязательно делать. И только уже потом я начинаю шаманить в биосе. В общем, как я и обещал, пнул процессор на постоянные 4000 МГц. Плюс память завелась стабильно на 3333. Ну и, собственно, результаты те, которые я только что озвучил перед вами. На мой взгляд, данная сборка сбалансирована. Да, можно было, конечно, еще сэкономить немного денег, но это авторская сборка и она под заказ. А когда ты собираешь для себя, я никому не рекомендую экономить на всем, что только возможно. Также подразумевая разгон, нельзя просто так взять дешевую мать и на стоковом кулере улететь в космос. Думаю, поток моих мыслей понятен. Отмечу также тихую работу системы в общем. Кулера не свистят, блок не трещит. Очень неплохо. Хотя у нас всего три вертушки, две сверху на вдув и одна с тылу на выдув, все же я бы рекомендовал парочку еще прикрутить на морду, дабы лучше охлаждать видяху и для лучшего понимания циркуляции воздуха. Как говорится, чем больше, тем лучше, но без фанатизма. Ну что ж, давайте посмотрим, на что способна данная сборка. Начну с Metro Exodus. Full HD, качество графики на ультра. RTX включена, трассировка лучей также на ультра. Первое, на что обращаю ваше внимание, это нагрев процессора. Выше 70 градусов это много, но я включил процессорный кулер на 30% от его возможности, дабы посмотреть на эффективность. После тестов, конечно же, я добавил оборотов, но пока 70 градусов. Как видим, процессор загружен на 50, иногда 70%. Средний кадр равен 80, но это, как я уже говорил, с включенной RTX. Захожу в настройки, отключаю RTX и богоподобные лучи и получаю плюс 35-40 кадров. Если честно, разницы я особо все-таки не заметил, а вот плавности, конечно же, прибавилось. В общем, стабильность 100+, куда приятнее, чем предыдущий показатель. Совсем другое дело. Запущу мою любимую сказочку с настройками графики на запредельных. Они же максимальные. Ну, конечно же, без седых волос Геральда. Стабильность 100 кадров вполне неплохо. Также стоит отметить, что данная эвакация довольно-таки непростая. На других показатель куда выше. Проц и ведяка прогрелись до 70 градусов. Все же, немножечко не хватает тех самых пару кулеров на морду для лучшей циркуляции. Но также не забываем, что у нас процессор в разгоне. Да, можно включить высокие обороты, но тогда уже будет не так комфортно. Хотя наушники также никто не отменял. Запущу GTA 5 на очень высокой графике, с максимальным трафиком с X-Minchins. Напоминаю, что это очень высокие, но не максимальные. Как видим, от 80 кадров и выше. Но при этом стоит учесть, что нагрузка на карту всегда выше ночью, нежели при дневной локации. Цифры по нагреву на процессор и карту примерно схожие. Фрейм плавный и это хорошо. В памяти GTA-шка съедает около 11 гигов, что неплохо, как для такого масштабного проекта. Но это сингл и это также стоит учитывать. В принципе, ничего необычного. Афроамериканец с дробовиком на перекрестке. Обычная ситуация. Надеюсь, YouTube это видео не забанит за мнимое насилие над белыми женщинами. Далее запущу орех на максималке и будем посмотреть. Как вы помните, в предыдущей сборке на RX 470 катастрофически не хватало видеопамяти. Но у нас сейчас 2070 на 8 гигов, поэтому здесь все четенько. Как видим, 120-140 кадров, отличнейший показатель. Цифры по загрузке и нагреву примерно на прежнем уровне. И как я говорил ранее, это цифры до поднятия оборотов на процессорном кулере. В остальном же все очень шустро и тихо. Запишу пятый Battlefield Огненный Шторм. Кто не в курсе, это такой себе паб, только с фашиками и союзниками. В данной игре Огненное Кольцо сужается и приходится выживать как в пуп земли. Графика максимальная, она же ультра. RTX также я включил. Если отключить, будет конечно веселее, но я вам показываю максимальную графику. Чтобы вы поняли, на что способна данная связка AMD RTX 2070. Под 100 кадров сетевой зарубик, как по мне, неплохой результат. Как видим, этот проект очень полюбляет память и практически налегке съедает 13 с хвостиком нашей RAM памяти. Но у нас памяти 32, так что нам по барабану. Я если честно, даже не представляю, как люди с 2 гигами играют в подобные проекты. Это просто святые люди. В данном случае нагрузка на проц порядка 60-70%. Карта и проц прогрелись до 70 градусов и видяха загружена, как мы видим, под завязку. Хоть цифры и высокие, но как и прежде играть комфортно и тихо. Подводя итоги своей сборки, конечно же я остался доволен. Мать у нас няшная, видяха тащит, плюс у нас 32 RAM памяти. В общем, эту комплектуху я могу смело назвать оптимальной под любые задачи. Для меня, как для эстета, очень важно, что системник не только может, но и выглядит. Согласитесь, достойное исполнение и при этом приятно радует глаз. Мой зритель очень остался доволен данной сборкой и после получения скинул данную фотографию. Я, если честно, очень рад, что привожил свою руку к чьей-то мечте и воплотил ее в реальность. Напоминаю, что в своей рубрике сок я собираю ПК для зрителя, но за его деньги. Так сказать, помогаю собрать ПК оптимально по его возможностям. Всем, друзья, огромное спасибо за то, что смотрите, за то, что делитесь видосами. Я же, в свою очередь, буду стараться вас радовать и дальше новыми, интересными и разнообразными сборками. Также напоминаю вам о своем паблике ВК, Инстаграм и, конечно же, Ютуб-канале. Кто еще не подписан, welcome. Всем спасибо, а я уже готовлю следующее видео, так что скоро увидимся. Пока.